Всем привет! Вот выдалась буквально свободно 10-15 минут, решила с вами поболтать. Всем привет! Всем привет! Нет, не буду. Эту вилку оставить, я потом... Нет, можешь не оставлять, я тут на работе ем, а вот сейчас брат, сестра, брат... Вроде я не похожа на брата. Всем привет большой! Так... Ой... Стамбулу привет! Ни разу не была в Стамбуле. Говорят, там очень красиво. Говорят. Обязательно съездим с супругом, посмотрим, как там это на самом деле. Кстати, как вам слышимость, расскажите. Напишите мне кто-нибудь, как по слышимости. Так, читаю. Та-та-та-та-та... Как вы готовите борщ на втором бульоне? Нет. Короче, я борщ делаю, как обычно, ничего я не сливаю. То есть я борщ варю на говядине на постной или на курице. Честно говоря, который борщ я ела сегодня, его приготовил мой супруг. Да. Короче, он его сделал на курице, на целой. То есть запустили в большую кастрюлю целую свежую курицу Михайловскую. Варили это все минут 30-40 бульон. И, соответственно, потом он туда запустил все овощи без пережарки. Череп, помидоры, капусту, картофель, болгарский перец, лавровый лист добавил. И свеклу или свеклу уже отварную. То есть он туда перетер эту свеклу. И, блин, с ударением что-то у меня беда свеклу или свеклу. Короче, сам факт, что вот таким вот образом овощи все без пережарки. И получился очень вкусный, вкусный борщ. Варил мой супруг, собственно, персоной, который тоже вместе со мной сейчас тройнеет и очень-очень удачно. Вот. Я делала ботокс раньше. Сейчас смотрю на эти фотографии. Это было уродство. Вот сейчас я колю ксиамин. Вот уже настало время вот здесь вот сделать укол ксиамина, чтобы не молчить лоб, чтобы не закладывалась морщина. Слышно? Отлично. Ой, спасибо. Спасибо. Вот. Так что разновидность ботокса я колю. Но делаю это прям в минимальной дозы. И, соответственно, стараюсь только колоть те места, где у меня, в принципе, скапливаются морщины. Потому что у меня активна очень мимика. Я много смеюсь. И, то есть, вот эти места, вот это вот. Ну и, соответственно, вот здесь, чтобы морщинки не уходили на нос. То есть, обычно, когда колют между бровями и глаза, то есть, здесь морщины не закладываются, но они закладываются тогда около носа. То есть, вот. То есть, вот. Таким вот образом. Теперь, вот, я озадачена. Мне нужно сделать губы. Потому что губы я объем убрала с верхней губы. И теперь мне пришло время ее подколоть. То есть, это я и буду делать, наверное, в ближайшее время. Вот. И не обращайте внимания. У меня здесь вот на щеке такой синяк. Уже остаточное явление. Прям буквально скоро все пройдет. Это после процедуры на аппарате М22. Я была предупреждена такой реакцией. Потому что процедура серьезная. Процедура шикарная. И, соответственно, то есть, вот на этой стороне лица образовалась такая гематома небольшая. Но все прекрасно. Так. Да, всем привет, всем привет. Кто присоединился, всем приветик. Так. 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 Ну что, пока я в эфире задавайте вопросы, отвечу. Пока у меня есть свободное время. Пока все молчат. Да, привет, 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 привет. Расскажу немного про, наверное, потому что вопросов нет, да. Расскажу, наверное, немного про свой марафон. Про свой марафон. То есть, у меня с 10 марта. Я не колю носогубки. Вообще. Не знаю даже, чем посоветовать. Я не колю. У меня начался марафон волосы. Нет, пока не буду. Честно говоря, они у меня нарощенные. То есть, я сделаю прям буквально, прям немного, чтобы смотрелось все натурально. Поэтому у меня у самой короткие волосы. Вот. И чуть-чуть сделала для длины. Не буду я делать вот эти длинные паклы. Пока. Ну, может быть, потом захочу и сделаю. Но пока, то есть, меня устраивает вот такое вот на голове. Смотрится достаточно эстетично. Мне нравится. Так. С 10 марта у меня начался марафон стройности. Хочу похвалиться вам. Да. У девочек очень, у всех вообще отличные результаты. Ну, по крайней мере, у тех, кто мне отписывается. Да. Вот. Сама я тоже очень замотивировалась сама себя таким образом. То есть, я также участница марафона. Да. И каждый день я скидываю свои параметры, показатели на весах, на электронах, в группу закрытую, которая у меня в другом аккаунте, да, где именно проходит этот марафон. Так что, вот такие вот дела. Так что, я скоро вообще буду, буду просто, просто вообще суперзвезда. Так. Об уходе за лицом. Вы знаете, вообще об уходе за лицом. Но, честно говоря, я мало уделяю времени уходу за кожей лица. Вот. Недавно я сделала, ну как недавно, наверное, недели три назад я сделала процедуру. Я считаю, что это самое лучшее для меня. Это Мезовартен. Потому что мне расписали, расхвалили одну процедуру, которая называется Рэви Бриллианс. Мне она не понравилась. Эффекта вообще никакого я не увидела. А вот Мезовартен, когда я делаю курсом из четырех процедур. То есть, четыре процедуры Мезовартена. Это биоревитализация лица и шеи. То есть, вот после четырех процедур Мезовартена год назад я увидела результат. Вот теперь я опять начала такой курс. И пришло время опять мне сделать данную процедуру. То есть, четыре я сделаю однозначно. Так, потом, что я еще за лицом. То есть, могу сказать еще очень хорошее средство. У меня дома есть специальная такая электрощетка для лица и для тела. Я ее покупала в Эльдебате стоимостью, она сейчас, по-моему, около 15-20 тысяч. И я как-то рекламировала аналог такой щетки производства Германия. То есть, вот тоже очень хорошая вещь щетка для очищения лица, кожи лица. Раз в неделю я ей пользуюсь. И просто вообще вечером, то есть, я наношу очищающий гель, включаю эту щеточку и у нее там ворсинки. То есть, она круговыми таким движениями делает как пилинг такой механический, мягкий очень, потому что у меня очень чувствительная кожа лица. И утром я встаю, кожа вообще просто великолепная. Раз в неделю я пользуюсь вот такой щеткой. Может быть, как-нибудь покажу в сторис, что это за щеточку у меня, которой я пользуюсь дома. А так, вообще, пользуюсь обычным увлажняющим кремом, причем и для глаз, и для лица, и для зоны дегольте использую один и тот же. То есть, специально не накладываю крем отдельно для каждой зоны. Ну, вот лентяй я такой. То есть, считаю, что я все делаю на таком, прямо на минимуме. Ну, и однозначно, то есть, хожу, ну, ходила раньше вообще как отче наш раз в неделю на ручной массаж лица. Сейчас запустила. Из-за нехватки времени, блин, не хватает мне времени, честно говоря. То есть, массаж лица я запустила, а надо бы. И еще могу посоветовать. Очень мне понравилась процедура, которая называется микротоки. Охеренная процедура. Вообще просто бомбическая на самом деле. То есть, кожа лица становится шикарная. И прочитайте, что такое микротоки, и вы убедитесь, что это, в принципе, очень нужная процедура для тех, кто хочет хорошо выглядеть. Вот. То есть, на микротоки тоже пойдут в скором, в ближайшее время. Так. Минуточку. Какие процедуры для младых девушек, чтобы поддержать свежесть? Ой, блин, не знаю. Честно говоря. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот массаж лица ручной, я его начала делать, этот массаж с 20 лет. То есть, с 20 лет я уже прям курсами по 7 процедур, раз в полгода делала ручной массаж лица. Соответственно, раз в месяц я делаю обязательно чистку. Чистку механическую. Тоже неплохая процедура. Вот. Ну, для девушек, может быть, какие-то легкие пилинги. Честно говоря, я не специалист, я не косметолог, поэтому не могу вам ничего такого вот сказать. То есть, вам надо сходить все-таки к косметологу, и чтобы она посмотрела. Но хочу сказать свое мнение. То, что если вы будете следить за питанием, если вы будете заниматься спортом, то однозначно у вас и лицо, и кожа будет лучше. Это прям однозначно, это абсолютно. И, соответственно, то есть, если вы будете достаточно пить витаминов, и вот сейчас вот прям вот просто повальное увлечение, это то, что нужно пить обязательно омегу-3 или какое-то полезное растительное нервное масло. Это также влияет на качество кожи. Вот. Как ухаживать? Да никак я не ухаживаю, честно скажу. То есть, по мере возможности, конечно, я в салонах делаю какие-то маски, какие-то процедуры для волос, питательной маски. В домашних условиях я пользуюсь маской Pantene Pravi. Мне очень нравится такая в желтой банке, маска неплохая. Мне очень подходит. И маской для волос L'Oreal, тоже желтого цвета. Вот. Но наношу масло на волосы. А, еще мне нравится Revlon. Revlon я покупаю, такое двухфазное увлажняющее средство для волос. Чуть-чуть с таким эффектом фиолета. То есть, чтобы затонировать немного желтизну волос. Ну, в принципе, там она и не отличается никаким там цветом. То есть, ну, чуть-чуть, может быть, там что-то и дает, закрашивает желтизну. Ну, ой, спасибо большое. Так. Делала, конечно. Делаю. Да. Вот сейчас я ответила на этот вопрос. Мезовартон мне очень нравится. Вот. Так. Ой, спасибо большое. Ой, вы знаете, вчера у меня была встреча с девочками, да. То есть, вообще, то есть, вот мой марафон, да, который я начала вести, марафон стройности, потому что скопилось очень много знаний, скопилось очень много опыта. Я думаю, ну, блин, почему бы мне не провести такой марафон для желающих постройнеть, да, к весенне-летнему сезону. Тем более, я сама тоже хочу себя привести вообще в идеальнейшую форму. Вот. И думаю, почему бы нет. нет. И сначала я кинула такой клич, да, вот в этот, в основной мой аккаунт, что ахтунг, ахтунг, внимание, приглашаю всех желающих девочек из Саратова и Энгельса, приглашаю ко мне в офис, я хочу провести такую встречу, дать мотивацию, рассказать про питание. Короче, откликнулась одна. И человек 30 написали с разных городов и стран, что они хотят. то есть из Саратова девочки почему-то как-то не такие активные, а может быть многие просто стесняются, не хотят именно встречу вот такую вот личную, а хотят это сделать на расстоянии, вот как сейчас я общаюсь с вами. Поэтому вчера, значит, все-таки девочки, то есть у меня очень большое количество людей в моем марафоне стройности, и вчера все-таки девочки, кто участвует в марафоне, человек 8, наверное, у меня была встреча, да 8 девочек пришли ко мне в офис, и я вот проводила прямой эфир в другом аккаунте, рассказывала, читала лекцию, отвечала на вопросы, и, соответственно, была мотивация для девочек, поддержка, то есть еще общалась вживую. Вот, и мне одна и говорит, Юль, у меня подруга тоже, типа, записалась в марафон «Стройность к тебе», но она два дня она на тебя посмотрела и сказала, что ты очень вульгарная, что ты очень вульгарная, такая развязная она себя ведет, ну, короче, она, говорит, не будет больше участвовать, я говорю, ну, это ее право, конечно, то есть на всех не угодишь, то есть я не доллар и не евро, чтобы нравиться всем, конечно, соответственно, кто-то, вот как вы, спасибо большое, говорит, что я хорошо выгляжу, спасибо большое, мне очень приятно, а кто-то говорит, что я просто вообще отвратное мерзкое существо. в принципе, ну, почему бы и нет, у каждого, каждый имеет право на свое мнение, то есть, ну, опять это, как вам сказать, то есть этих людей я не знаю лично, то есть я их ни разу не видела и думаю, что они меня не видели, а, так сказать, сложить свое впечатление о человеке, просто быть подписанным на его страницу в инстаграм и сделать какие-то выводы по инстаграм, я считаю, что это вообще, ну, не очень умный человек, вот, ну, вообще, так, дальше идем, блин, так, воду я развела воду, сейчас, минуточку, 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 вот, так что, вот такие вот дела, вот такие вот дела, так, конечно, может быть, вот эта вот вульгарность, она сделала такой вывод, связанный с тем, что, ну, мне надо как-то поддерживать свой контент, у меня, в принципе, много мужчин меня смотрят, но почему бы мне не сделать что-то типа вот такого, да, то есть, вы понимаете, если, то есть, даже судя вот по сториз, да, я отсматриваю статистику, то есть, судя по сториз, если я просто показываю что-то, ну, рекламирую, допустим, грубо говоря, да, или показываю, что я пришла, что про счет рассказываю, просто тупо вот так, вот такая офигенная расческа, просмотров мало, а если я показываю, что я делаю вот так, кстати, вот эти расчески, это вообще бомба, они стоят 600 рублей, мне их посоветовала одна приятельница, вот, стоит порядка 600 рублей это расческа, она очень долговечна, она у меня уже, по-моему, год, продается в Ревгоше, французские расчески, вообще просто не рвет волосы, это просто не расческа, а чудо, причем она не там разных цветов, и всех, всем, кому я такие расчески подарила, все прям вообще мне говорят, блин, как жаль, что мы не знали об этом чуде раньше, вот, поэтому, соответственно, когда я делаю вот так и рекламирую что-то, да, или показываю, рассказываю про что-то, то просмотров больше, потому что людям интересно посмотреть на человека, а уж если она сделает вот так и вот так, то тогда да, ну и, соответственно, кто-то, конечно же, то есть тем самым я развиваю свой аккаунт в Инстаграм, вот такими вот видами, потому что без этого никак, Инстаграм все-таки смотрят, люди хотят, короче, работает на инстинктах, Инстаграм лучше, просмотров больше, когда что-то такое секси-шмекси, и поэтому, может быть, многие делают выводы по поводу того, что я какая-то такая вот чересчур, вот, но это мне нужно для работы, вот, Инстаграм стал частью моей работы, которые, Инстаграм работы, которые мне приходят, приносят определенный доход, определенный доход, очень даже неплохой, вот, если даже там кто-то пишет много рекламы или туда-сюда, то есть мне на это вообще все равно вообще фиолетово, я делаю то, что я считаю нужным, спасибо. Так, ой, так, по поводу Санжировской, а почему я не поеду? То есть давайте вот эта интересная тема, да, может быть и поеду, ну, то есть пока я не планировала, допустим, зимний отдых, пока мы только спланировали отдых фитнес-тур в мае, вот, и я не поеду к Лене Санжировской в мае. Честно говоря, знаете, в первую очередь почему? Потому что мне надоело эта Альва Донна. Вот надоело, а она мне вот здесь сидит. То есть мы там уже были три раза, и какой смысл опять туда мотаться? То есть я люблю новые места. Я люблю новые места, и хочу сразу еще сказать, что Альва Донна раньше стоила, то есть, ну, как-то дешево, а сейчас там стоимость такая же, как на Сейшел слетать. То есть мне зачем это надо? Переплачивать лишние деньги за тупой отдых в Турции. Да, фитнес у Лены шикарный, классный, тренировки такие заряжающие. Но мне это, честно говоря, надоело. Была бы другая локация, мы бы поехали с удовольствием, и не такая цена. Так что поеду, почему и не поеду? Только когда, вот в чем вопрос. Потому что зимой она обычно проводит фитнес-тур на Пхукете, а мы хотим поехать, наверное, в Италию, покататься на лыжах. Я хочу научиться кататься на горных лыжах. Так что вот так вот. Так, мои серьги. Блин. Вы знаете, короче, по этим серьгам. По этим серьги от Сваровски. Вот. Вот такая красота. По этим сережкам вы можете сразу узнать, знает меня человек или нет. То есть даже не то, что знает, а вообще, знаком ли он с Юлией Калачевой. Потому что эти серьги вообще открыла я в магазинах в Сваровске. Здрасте. И их купила. Привет. Я их купила. Привет. Пришел мой супруг, любимый, дорогой. Я их купила, наверное, блин, мне кажется, лет 8 тому назад, когда только-только эта модель появилась в продаже в фирменных магазинах в Сваровске. Стоят эти серьги порядка 5 тысяч рублей. Вот. И, короче, все, кто на мне эти видел серьги, все мои приятницы, все мои знакомые, начали бешено купать именно эту модель сережек, как у меня. То есть у меня их, наверное, пар пять таких сережек. Они очень долговечные, очень вообще удобные. Они есть разных размеров. У меня они в серебре, то есть с белым камнем, и в золоте вот с такими камнями. И сейчас вот пошла новая модель, там еще мелкие вот такие камушки вставлены. То есть вообще серьги просто бомбические, горят, переливаются. У меня даже одна что-то, я ходила по торговому центру еще давно в Москве, такому по-модному, и меня одна модная тетка спросила, это что такое вообще-то, какой же размер бриллиантов. То есть они горят, переливаются вообще. То есть если вы видите на девушке такие сережки, то знаете, что значит она знакома со мной, с Юлией Калачевой. Это сто процентов. Потому что у нас вся банда тоже потихоньку накупила такие сережки, и прям теперь ходят их не снимают. Я говорю, все, можно уже на них ставить логотип Калачева. Пью я коллаген? Нет, я коллаген не пью, я коллаген ем. Коллаген я ем в виде белка. То есть самое главное это потребление белка. То есть в рационе его должно быть достаточное количество. Сейчас в моем рационе он присутствует пять раз в день. В каждом приеме пищи у меня есть коллаген в виде мяса. То есть самое-самое большое количество коллагена присутствует это в мясе, в белке, в мясе или в рыбе. Поэтому какой смысл мне пить коллаген, если я его просто ем в виде полезных продуктов. Вот. И вам того желаю. Так. Спасибо. Наши дела отлично. Как ваши? Я думаю, что тоже отлично. Так. Так. Да. Так. Надеюсь за собой. Ой, я не знаю, но может понимаете, у всех вообще понятие, наверное, каждого понятия, слово разное, да. И каждый, наверное, слышит, как он хочет. И каждый видит, как он хочет. То есть для кого-то вульгарность, вот, что я там ношу какие-то слишком короткие шорты, какие-то короткие юбки, несмотря на то, что, типа, несмотря на мой возраст. То есть, типа того, и 50 лет она ходит в короткой одежде. Пора бы уже, пора бы уже угомониться и одевать что-то более элегантное. Ну, вы же не знаете меня, вы же не видите меня каждый день. То есть я что показываю, это... Я это только показываю. На самом деле, то есть у меня очень много разных вообще, то есть гардероб обширный. Сегодня я хочу быть элегантной. Вот, как сегодня, вот, можете посмотреть. Я сегодня в таком платье. Оно не маленькое. Маленькое, короткое. Оно у меня до колен. То есть у меня сегодня такое, можно сказать, как оно называется, sexy business lady сегодня я. Вот. Сегодня я хочу быть такой, завтра элегантной, послезавтра в длинном. Но в основном, да, я люблю в обтяжку короткое. Да. И абсолютно, то есть я не моложусь, а просто это мой стиль. Фигура мне позволяет. Походка у меня спортивная. Спортивная, значит, тоже молодая. То есть, как мне сказали, то, что кто дружит со спортом, кто профессионально даже этим занимается, они говорят, мы сразу отвечаем, занимается девушка спортом или нет. Я говорю, каким образом? Да по походке. То есть спорт – это молодость. Спортом занимаются, если человек занимается спортом, значит, он здоров. И по походке сразу видно, то есть это осанка, это походка. И не одеть, если мне позволяет, фигура. Супер короткие шорты или супер короткое мини. Вот сейчас я сижу вместе со своей группой мароконцев на правильном питании. В день у меня выходит порядка 1000-1200 килокалорий. Я никуда не тороплюсь. У меня просто сжигется жир. Сжигается жир вообще. По 70 грамм жира в день у меня сжигается. Благодаря вот питанию, которого я придерживаюсь, которое я рекомендую, которое вообще считаю самое лучшее. То есть я буду щеголять через месяц. В шортах, как у Сабрины, у меня такие шорты есть джинсовые. Потому что у меня практически уже не останется ничего от моего целлулитика небольшого. Шортики с белой рубашкой. Мои девятиэтажки или, может быть, даже лодочки. И я буду щеголять в таком наряде. Могу себе позволить. Почему бы и нет? А какая разница, какой у вас возраст? Я считаю, что самое основное, что бы позволяло это делать фигура. Вот. А натягивать на себя, допустим, что-то такое статусное, типа элегантное, я считаю, что это все равно возраст прибавляет. Поэтому вот так вот. Так. Дальше поехали. Да. Ну, может быть. Нет. Ну, каждый человек, причем тут может зависть, не зависть. Но каждый человек, как говорится, имеет право выскочить свое мнение. То почему бы и нет? Да. Спасибо большое. Спасибо. 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 Громовка порций для мужчин самый оптимальный, чтобы он не был голоден. Громовка для мужчин. Смотрите, громовка для мужчин, это отличается, в принципе, на много. Вот, допустим, суп, да, первое блюдо. То есть, женщины едят от 200 до 300 грамм на прием, а мужчины от 300 до 500. Также по поводу белка, женщины от 40 до 80 мяса, мужчины от 60 до, по-моему, до 100. Рыба у женщин от 50 до 100, у мужчин от 60 до 120. Это на прием пищи. Вот. Поэтому вот так. То есть, у мужчин, да, одна самая основная засада с десертами. То есть, все мои девочки, кто участвует в марафоне, они, в принципе, может быть, и вы, кто следит за питанием, за моим, да, которые я частенько сюда выкладываю. Самое основное – это не переедать десертов. А десерты – это молоко, вся молочка, орехи, фрукты. То есть, делаем основной прием пищи, и потом едим, что хотим, хоть чипсы, хоть там сладкие лимонады, но только высчитываем, чтобы это было на 50 килокалорий. И все. Блин, да. Ой, вообще, да. Блин, у меня… Нет, вы знаете, у меня есть другое слово на букву Б. Но я его стараюсь тут не произносить, я его говорю в обычной жизни. Есть у меня такое слово на Б и на Х. Блин, никак не могу побороть себе вот эту вот привычку ругаться матом. Блин, а ругаюсь матом как сапожник, на самом деле. Мне нам, может быть, как-нибудь прямой эфир провести, да, с матом, как я обычно же говорю. Там просто у всех уши завянут, я, конечно, не рискую это делать. Ха-ха-ха. Вон у меня администратор смеется. Но я ругаюсь матом вообще просто. Муж говорит, шикарно ты рыгаешься матом. А если я расхожусь, это там вообще… Короче, слово «блин» это будет единственное нормальное, а остальное все будет на Б, на Х, на П. Вот так что это, да. Ну, что теперь делать? Должна, как говорится, у меня всего лишь вообще один недостаток есть. Это какой? Я слишком хороша собой. Ха-ха-ха. Я скажу, что у меня два их. Два. Я слишком хороша собой, и я ругаюсь много матом. Блин. Ну, ладно. Во, опять, блин. Так. Я не знаю. Вот по поводу опять же Санжировской. То есть меня все, вот все спрашивают, мне задают этот вопрос, что случилось с Санжировской, почему она стала говорить с негативом. Я не знаю, честно говоря. Во-первых, я не успеваю чисто физически вообще следить ни за чьими аккаунтами. И за Лениным аккаунтом, к сожалению, я тоже не слежу и не смотрю. То есть если я раньше ее смотрела как-то, ну, частенько, то теперь, признаюсь честно, извините меня, кому я не ставлю лайки. Я вам всем ставлю, ставлю лайк, лайк, лайк. Большой, на самом деле. Просто чисто физически я не успеваю вообще просматривать другие аккаунты, на самом деле. Мне за это очень стыдно, конечно, я извиняюсь. Но вот сейчас просто у меня очень много работы. Вы видите, у меня даже, в принципе, посты я выставляю не так часто, как раньше. Не успеваю, вот. Поэтому почему так с Анжировской? Мне пишут это, что она вот так вот что-то говорит как-то, что-то и про Вову. Но я не знаю. На чужой роток не накинешь платок. Я не знаю. Я Лену очень уважаю. Я к ней очень уважительно отношусь. Она отличный человек. Она красотка. Я ее, ну, уважаю. Вот так вот скажем. У меня к ней отличное отношение. А там что? Она про меня говорит. Это ее личное мнение, опять же. То есть, кто-то вот говорит, что я вульгарная. Что ж теперь сделать? Ну, не знаю, почему у нее такое мнение стало. И опять это говорите вы. То есть, она мне этого ничего в глаза, то есть, я не слышала. В глаза только я слышала просто... Юлечка прекрасна, красотка, туда-сюда. Вот. Вот. За глаза, что она мне говорит. Честно говоря, я сама лично не слышала. А то, что слышали вы, может быть, вы не так поняли. Вот так вот. Так что вот такие. Вот у меня два таких... А, да. Расчет. Согласна? Да. Расчетка офигенно. Так. Дальше. Да. Бомба. Бомба. Кто если... Как у тебя дела, Сережа? Так. Юль. Да. Вриф Гоши. Так. 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 Это я уже ответила. Так. Так. Никто еще не видел. О! Это Турция, да? Так. Куда планируешь поехать отдохнуть? На Сейшельские острова. Мы поедем на Сейшелы. Вот. Я еду с супругом. Подруга у меня едет с супругом. А все. Так. Что это? Я не знаю. Вот я вам говорю. То есть, если вот мне как, ну, передают, что типа она меня засирает, блин. Я хочу сказать, да, блин, но это мне реклама. То есть, наоборот, спасибо. А вы вообще не думайте о том, что я с ней договорилась, плачу ей бабло за то, чтобы она мне постоянно упоминала в эфирах. За то, чтобы люди интересовались, кто такая Калачева. Такое же тоже может быть. Но я об этом молчу. Почему бы и нет? Ну, может, следует... То есть, и таким образом я себе контент поддерживаю за счет ее, так сказать, отзывов обо мне на своей странице. Почему бы и нет? Видите, у меня там Санжировская, Санжировская, вот она про вас сказала. То есть, вы про меня, может, и не знали, а она сказала и скажет, надо посмотреть, кто такая Калачева. Бац! И ко мне. Вот. Нет. Нет, на самом деле, опять же, вы не судите по человеку, вот допустим, да... Блин, у меня телефон садится, надо сейчас на зарядку поставить. Кто-то задолбал набирать. А вы не судите по человеку по ее Инстаграму. Что она говорит в Инстаграм, мои дорогие, да? Потому что, на самом деле, то есть, Инстаграм это такая штука, то есть, многие сейчас, у кого много подписчиков, да, зарабатывают деньги в Инстаграм. И то, что нужно говорить, может быть, то, чтобы привлечь большую аудиторию, да, чтобы привлечь внимание к своей персоны. Может быть, человек и там вообще просто ангел, а ведет себя как демон или как дьявол для того, чтобы быть интересным. Ведь все равно, вот я даже заметила, могу сказать свое мнение, да, я заметила, что если я выкладываю вот пост, вот, меня обсирают или там вот так сказала или там, ну, какой-нибудь негативный, может быть, пост или негативный комментарий даже, когда мне пишут в мой аккаунт, да, сразу идет перепалка, то есть, людям становится интересно, как, что. То есть, по большому счету, неинтересно, когда только все хорошо. Ой, какая ты красотка, огонь, бомба, все. То есть, людям интересно мять, перемалывать кости, какие-то сплетни там, развелась. То есть, я сейчас вот, допустим, супругу говорю, давай запустим фишку, просто ради интереса посмотреть, да, что там, развожусь, или Вова мне изменил, да, или там что-то еще. То есть, вот это будет бомба. То есть, и многие пользуются этими инструментами для привлечения еще больше аудитории в свой инстаграм. Поэтому так. Поэтому, на самом деле, то есть, человек может быть абсолютно другим в жизни, и он может быть вообще просто неизвестно кем, и вообще абсолютно другим, просто актером в инстаграм. То есть, почему бы и нет. Так что вот, чтобы быть интересным публике, нужно пользоваться разными инструментами. Так. Спасибо большое. Ну, я вот говорю, каждый выбирает себе, как говорится, свое, свой путь, кто-то. На самом деле, Лена отличный человек, мне она очень нравится. Да ну и фиг с ней. Ладно, давайте не будем. Так. О, о. Так, ну, у меня супруг сейчас вас поставит в блог, если вы мне будете такие вещи писать. Так. Слушайте. А, вот еще, кстати, хочу сказать, вот мне тоже одна подписчица написала, что, типа того, опять же, Лена, да, блин, хотела что сказать, забыла. Ха-ха-ха. Ладно, не будем. А, ее стал, вот меня сейчас тоже это бесит. Она вот и сказала, вы что мне задолбали, я веду, это мой прямой эфир. Вот это вот мне тоже передали, да, я не слышала. Мой прямой эфир, вы что мне задолбали с этой Калачевой. То есть, ее это раздражает, и меня тоже раздражает. Что вы мне задолбали с этой Санжировской. Мой прямой эфир, я хочу сейчас про расческу рассказывать, да, и там и то и сё, а вы мне давайте, давайте, что она там говорила. То есть, понятное дело, что человек раздражается уже, может быть, на мою фамилию и правильно делает, и я бы тоже так сказала. Задолбала эта Калачева, пошла на нахер, она овца, лошадь и все. Вот, поэтому, что она там, чего говорит? Я сама лично не слышала, у меня с Леной отличные отношения, и поэтому, то есть, что там она говорит, да пусть что хочет, то и говорит. Так. 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 Большие. Ну, это просто искажает. Большие, не большие. Мне нравятся. Так. Очень так. Мне нравятся очки. Я не знаю, что я больше другие не взяла. Без очков я вас не увижу. Вот. Очки большие. Почему у тебя такие большие глаза? Чтобы мне вас лучше видеть. Ну, я вас не вижу, а вы меня видите, поэтому можете говорить. Так. 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 Да, да. Спрашивайте почаще тогда у Санжировской про меня. Давайте тогда, чтобы у меня побольше подписчиков было. Пусть люди узнают, кто такая Калачева, еще больше. Действительно. Да. Вот. 33. Да. 33. Мне в этом году исполняет 47 лет, если кто не знает. Вот могу сказать. То есть я не скрываю свой возраст. Ну, а почему? Я считаю. Вот еще, да. Вот у меня тут, не знаю, я рискну или не рискну это сделать. Может быть и рискну, потому что мне сейчас пока выставлять нечего, да, в этот основной аккаунт. Я в тот аккаунт свой, где ведется марафон, выставила свои фотографии, когда мне было 22 года. Там вообще жуть. Я что-то сама уже давно не пересматривала фотки. Я просто охренела. Там вид такой, как будто мне лет 60. Так, что тут это еще? Как будто мне лет 60, такой внешний вид, это вообще труба. Я думаю, наверное, их надо выставить мне сюда и сказать, и показать, что может человек добиться собственным трудом, тренировками и правильным питанием. Вот. Ты правильно делаешь? А что, летом в чем она должна ходить, блин? Я вообще летом хожу и, честно говоря, могу в подъезд зайти в купальники. То есть мы часто отдыхаем на Волжино. И я сажусь там на... То есть после пляжа на Волжино мы отдыхаем. Я сажусь в машину в купальники. Мы едем в купальники. И дома мы машину ставим прямо около подъезда. Двор у нас закрытый, да. И я в купальники выхожу и иду в квартиру. Мне вообще все равно. Так. 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 Ну и правильно, да. Я считаю, что это от человека зависит. То есть многие с шикарными фигурами и там в двадцать лет и в тридцать что-то где-то нашли у себя что-то какой-то не там жир и закрываются за какими-то балахонами. Мне пофигу абсолютно. Я себя очень комфортно чувствую в короткой одежде. У меня муж любит, когда я одеваю мини. Я его и буду одевать. К чему я должна на угоду кому-то, людям вообще еще не с понятным вкусом. Я считаю, что у меня очень неплохой вкус. Я его развивала. К чему я должна в угоду кому-то одеваться так, как мне не нравится. Я все время делаю, особенно сейчас с возрастом, я делаю вообще то, что нравится мне. И мне пофигу, кто что скажет. Вот. Да, 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 согласна. Согласна. Так. Так, с зубами, с зубами. С зубами я, короче, коплю сейчас бабки на зубы. У меня верхние зубы у меня люминиры. Это просто накладки, парфоровые накладки на зубы. То есть они у меня все свои, а это мне сделали по заказу в Америке на фирмы LUMINIRS. Такая есть, которая уже больше, по-моему, 50 лет на рынке производитель вот этих вот люминиров. То есть это запатентованное название. То есть я заказывала стоимость одной накладки тысячи долларов. Вот. И когда съездила, сейчас в Волгограде я была, да, там есть неплохая клиника. То есть они мне могут изготовить. У меня все посмотрело. Мне не нравятся темные мои зубы. То есть это мои зубы, которые уже пора. В принципе, они у меня ничем не отбеляются. Я пробовала просто такая эмаль. И, соответственно, то есть я озадачилась тем, что мне нужно сделать низ такой же белый. И будет вообще бомба. Я это сделаю, но это будет мне стоить порядка 10 нижних. Порядка 300-350 тысяч рублей будет это мне стоить. И поэтому, как только я сейчас, даже не я, мне это поможет супруг, но я тоже, я все время сама зарабатываю. Короче, как только будет такая сумма денег, я сразу же поеду и сделаю себе низ. Вот. Да. Так, привет Саратова. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, тополя. Потому что мне низ не нравится мой. Так, на похудение мы едим все. Моя группа марафонцев ест все. Чипсы, зефир, но в определенной громадке. И пастилу. Пастилу тоннами. Если мясо не едим. Да не похудеете вы без мяса. Я вам сразу говорю. Не похудеете. Никакого качества тела красивого, никакого рельефа, никаких мышц красивых. У вас без мяса, без белка у вас не будет. Не будет. Так что ешьте без мяса, толку никакого не будет. Я ем мясо. Я ем мясо. Да? Слышали, е-мое? Ну и ладно. Да, здрасте. Да, да. Проходите. А, это вы хотите, да? Ой, сейчас. Так, я наверно тогда сейчас. Это у меня просто тут прямой эфир идет, да? Присядьте. Нет, присядьте. Сейчас. Тут принесли мне очередную порцию подарков для призов участницам моего марафона стройности. Вот. Сейчас я прям сториз покажу, что мне принесли. Сейчас снимем, да? Вот. Ну-ка, что там такое? Дайте я посмотрю. Вот. 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 Вот я сказала девушке, что сегодня я буду на автомойке напротив ТЦ город на автобане. И вот девушка говорит, хочу выступить спонсором вашего марафона. У меня там уже девочки некоторые расстраиваются, что ты почему нас обманула? Ты набираешь новых. То есть у меня там очень-очень много. Есть пять минут, да? Посидите. Да. То есть у меня есть там, то есть очень много желающих, которые прям упрашивали меня взять их в марафон. Ну то есть это, я подозреваю так, что это, многие кто посмотрел, что результат ё-ё-ё-ё моё у подруги идёт охеренный. Там в первую неделю скидывается полтора-два килограмма, да, если всё выполняется. Ой, и я тоже хочу. Мне начали написывать. И в результате, значит, я говорю, ладно, хорошо. Так как я думала, что я эфиры там буду проводить, ну, не так часто, ну то есть редко, там раз в неделю. Но так как я ответственный человек взяла на себя ответственность за то, что у меня всё-таки девочки там странеют, худеют. Нужно отвечать на вопрос всё разжёвывать. Многие не понимают, как и что, даже как считать калории не знают. Поэтому, соответственно, я в марафон сделала добор. Добор. То есть неделя марафона прошла, и вчера у меня там присоединилось порядка ещё там 15 человек. Вот. И, соответственно, они начали это так нечестно. То есть призов нет. Как же мы новенькие, старенькие стали возмущаться, а на хрена нам нужны новенькие. Я вчера, конечно, написала в сторис, что призы достанутся только стареньких. То есть новеньких призов нет им. А утром, то есть почему? Он говорит, умные мысля приходят, да, посля. Я, короче, утром встаю и думаю, в смысле? У меня до хрена спонсоров. У меня завалена квартира подарками. Я просто боюсь, что если я в другие города буду отсылать, я разорюсь. Я тебе деньги что-то заработала на марафоне, я их просто отдам с компании СДЭК за доставку этих призов. Поэтому это тоже будет такой вопрос для меня, конечно, насущный. Вот. Но сам факт, что я думаю, а почему? У меня призов полно. У меня вот девочка сегодня принесла. Сейчас мы посмотрим, что там. И я думаю, конечно, я ещё учрежу. У меня будет один приз победительницы из новеньких, кто скинет большее количество килограммов в процентах к первоначальному весу. То есть кто хочет из новеньких, пожалуйста, присоединяйтесь. То есть вы мне скидываете ваши все показания на весах, фотографии на электронных весах, на немеханических. И вы вот этот приз тоже пойдёт, скорее всего, в группу новеньких. Так, давайте, показывайте, рассказывайте, что там. Вот у вас. Ага. Я один. Вашу. Урум. Самр. Ирисовна. 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 Да. Подарки для стройных участниц марафона Юлии Калачёвой. О! То есть тут не один подарок. Сейчас я в сториз. Обязательно покажу. Сейчас не буду показывать. А вот в сториз я сейчас у себя покажу, что там такое. Мне самой очень интересно. Так, слушайте, ну вот я решила выйти на 10 минут, а вышла, блин, уже, наверное, хрен знает на сколько. Вот, блин, блин. Так, от слова блин буду отучаться. Да. Для такой роскошной леди, как я, это слово не подходит. Извиняюсь, что не успела ответить, наверное, ещё там на вопросы, которые пошли. По возможности буду выходить в прямой эфир. Вот.